Какую-то более веселую тему. Если я хочу, чтобы он улыбнулся, я не прошу, улыбнись, пожалуйста. Потому что, когда человек опросит, улыбнись, пожалуйста, он будет вот так. Поэтому самое правильное, что ты можешь сделать, это улыбнуться. И улыбнуться, насколько это возможно, тепло, искренне. Потому что улыбка вызывает встречную улыбку в большинстве ситуаций. И то, что ты любишь свою работу, то, что тебе она нравится, тебе это видно. И когда у тебя горят глаза, люди реагируют на это весьма четко, весьма хорошо. Мне не раз говорили, что у меня на съемке горят глаза, и это как бы, ну, это помогает в процессе. Вот. Ну, что, что это, что тебе еще надо сказать? Я не знаю. Сергей, у меня вопрос. Да, конечно. А я в Фейсбуке прочитал ленту, ну, надо же посмотреть, кто... Кого вообще позвали сюда? Я посмотрел ленту и вижу, допустим, люди, которые больные, там, которые от рака, там, вылечился, да. И твои комментарии о том, что этот человек пережил чего-то. Получается, ты, ну, с этим человеком, ну, не синхронизируешься, как это правильно сказать. Теперь тоже в твоих комментариях написано, что ты переживаешь вместе с ним. Абсолютно четко. Я считаю, что... Хорошо. А как после этой одной съемки не застрелиться? Понимаете, ребята... Другие эмоции у человека, которые понимают, что он может умереть, а ты и фотограф, и тебе надо под него подстроить. Да, абсолютно четко. Но я верю, что только так... Я объясню. Смотри, я не бухаю, я не употребляю наркотики. То есть я справляюсь как-то по-другому с этим всем. Слава богу, я еще не в том возрасте, когда стресс снимается только алкоголем. Но я верю в то, что хорошие картинки, настоящие картинки, они делают, когда человек находится в процессе взаимодействия с объектом и находится, если мы говорим про людей, у которых что-то плохо, да, находится в сострадании к тем людям, которых он снимает. Потому что если ты будешь блокироваться от этого всего, то ты ничего не сможешь передать, кроме самого факта того, что у человека все плохо. Если ты настроен на человека, ты можешь передать очень тонкие элементы, в том числе даже в человеке, который болеет онкологией, всегда есть надежда. И от того, как ты чувствуешь, зависит то, что ты покажешь. Ты покажешь без вариантов грядущую смерть или ты покажешь, что в человеке есть надежда. Например, да? Вот. Что касается моих методов, как я справляюсь с этим всем, ну, конечно, меня очень многие вещи расстраивают, потому что меня расстраивают ситуации в стране, меня расстраивают болеющие дети, меня расстраивают животные, которые на улице, да, там остаются без хозяев. Я стараюсь со всем этим работать, насколько могу, в том числе на уровне благотворительности. Я делаю много всяких благотворительных проектов, сотрудничаю с фондами. Совсем недавно мы сделали проект совместно с волонтерами из British Council, который назывался «Переселенцы», на Софийской площади была выставка. Ну, то есть, я много тут делаю такого, потому что я верю в то, что когда ты начинаешь чем-то заниматься хорошо, твоя какая-то, может быть, не политическая позиция, но социальная и гражданская активность должна присутствовать обязательно. Ну, может быть, плюс один, а может быть, плюс то, откуда ты знаешь. Тут вопрос в том, что ты чувствуешь, что ты хочешь что-то изменить, да, и ты, насколько ты можешь, пытаешься это изменить. Еще есть время, как минимум, для одного вопроса. По рекламе, если с вами еще два маленьких вопроса. Ну, давайте. Первый – это вот есть Red Devil, да, у меня такой вопрос, если сравнивали с кинопло, интересует вес, тяжелее ли он его? Он легче, у него нет отдельного блока питания. Я имею в виду сама вот эта кинопло? Да, вот сама это, сама это Бандора. Я смотрел, что это китайский цвет, они жутко тяжелые. Нет, смотри, Red Devil чуть-чуть тяжелее, да, он чуть-чуть тяжелее, потому что блок питания находится внутри. Киноплошка разгружена из-за того, что у нее есть отдельный тяжелый блок на длинных кабелях. Здесь свет питается от розетки, он чуть-чуть тяжелее, но я четко помню, что мы вешали его на достаточно хлипкий журавль, и он нормально держал. Лампы там тоже пятиминоплошные? Про лампы я тебе точно не скажу. Мое ощущение, что они чуть-чуть тоньше, чем в киноплошке. Возможно, там чуть-чуть другой диаметр. Но спектр не меряли, не смотрели? Спектр достаточно ровный, это я точно помню, что он особо не плавает. Может быть, там буквально в пределах 50 кельвинов, но это незначительная погрешность. И в целом достаточно комфортно работать на более коротких выдержках, чем в 30-е и 50-е, как и на флошках. То есть не идет интерференция, то есть картинка не внувется. А, да, да, нормально. И зеточка там тоже ограничивающая угол есть? Там есть вот эти рамочки, да, шторки. То есть это все дело есть. Вот, ну, надо, конечно, живьем это все смотреть, потому что я вам сейчас красиво нарисую, может быть, вам это не понравится. Но я могу сказать, что как бюджетный аналог к кинофлоу более чем хорошо. Я с ними снимал фото и чуть-чуть видео, мне понравилось. Да, и второй вопрос. Какие у вас, врачи, аналоги автономного жилья, ну, автономного света, чтобы без резервы, без демориады... Вы имеете в виду... Вы имеете в виду, какой есть хороший портативный свет, да? Ну, смотрите, мое мнение, что чудес особо не бывает. Да, и любой хороший свет, он требует розетки, так или иначе. Поэтому я, честно говоря, с источниками хорошего портативного света, за исключением светодиодных ламп и фонарей RedLight, если вы знаете, есть такие свадебные фонари, да, особо не работал. Не могу сказать, что RedLight мне сильно нравится, не могу сказать, что мне сильно нравится вот этот. То есть мне проще взять в прокат, например, либо большой аккумулятор и привезти его на машине, бесшумный, да? Знаете, есть такие большие аккумуляторы, от розетки заряжаются, и потом просто вы привозите, ну, как ящик с ручками. Либо в бензиновый генератор. И все-таки использовать нормальный свет. Ну, потому что ничто не заменит хороший нормальный источник света. Вот как ни крути. Поэтому у вас еще один вопрос был. Я, если можно, потом лично, потому что следующий выступающий... Хорошо, да, сейчас зададите. Друзья, спасибо. Я надеюсь, что вы что-то из этого всего почерпнули. Был рад вас всех видеть и хорошего вас видеть. Следующий наш лектор, наш старый, хотя он совсем молодой еще, участник, Сережа Батийко, как раз об альтернативном заработке для фотографа-оператора. Это видеофотостоки. Он учится актерского мастерства. Его учил, учил Татьяна просто. Все сидят на месте, никто никуда не упомнил.